Акимы на местах получат карт-бланш от правительства. Местные исполнительные органы смогут самостоятельно перераспределять деньги. Такие изменения предусмотрены в новом проекте бюджетного законодательства. Презентовали его сегодня в Мажелисе. Гульнара Жендагулова ознакомилась с документом. Презентация, казалось бы, важного закона проходит в спокойной обстановке. Явного интереса депутаты не проявляют. Председательствующему даже приходится пересчитывать собравшихся коллег чуть ли не по головам. Сами кулуи нету. Мазурый ладень. Какой еще? Кулакейский. Соке нету. Эрбулат Досаев зачитывает пакет поправок. Укладывается в отведенные 10 минут. Минэкономики предлагают повысить самостоятельность Акимов при исполнении бюджета. Это позволит государственным органам самостоятельно перераспределять средства внутри бюджетной программы, между подпрограммами, без изменения общей суммы по программе, оперативно реагировать на ход ее исполнения. Власть над бюджетными деньгами, впрочем, заполучить Акимов вряд ли удастся. Правительство предлагает перераспределять между программами одного государственного органа не более 10% средств. При этом за неосвоение бюджета чиновников ждет наказание. Только за прошлый год эта сумма достигла 170 миллиардов деньги. Неосвоение при этом автоматически отражается только на администраторе республиканской бюджетной программы, который выделил целевой трансфер. То есть местные исполнительные органы остаются в стороне, возвращенная сумма де-факто есть, поэтому мы отводим соответствующие ответы. Если таковые целевые трансферты, которые были на разведении, будут, то будет вынесено соответствующее представление по наказанию либо первых администраторов самих бюджетных таких программ, которые получали, либо вопросами за руководителями местных исполнительных органов. Проблема назрела давно, говорят эксперты. По их мнению, администраторам программ на местах легче следить за балансом перераспределения бюджетных потоков. Это не 100% перекидывается с одной бюджетной статьи на другую, а в рамках 10%. Это пока как опыт. И, видимо, проанализировав после окончания текущего финансового года, правительство примет решение в дальнейшем или сохранять эту позицию, или дальше развивать, или прекратить. Экономист уверен, если Акимы не подведут, то в будущем вполне можно увеличить перераспределение средств между бюджетными программами до 25%. Гульнара Жандагулова, Дэй Абдельдин, 7 канал.